Изменения для Рамбла, Твистед Фейта, Нуну, а также демонстрация создания наборов предметов в этом эпизоде Патч Привью. Привет, призыватели! Сегодня мы расскажем вам о больших изменениях и обновлениях в грядущем патче. И начнем мы с демонстрации создания наборов предметов. Наборы предметов – это именно то, о чем вы могли подумать. И это был один из самых часто задаваемых вопросов от игроков. Мы создали новый интерфейс в профиле призывателей в pvp.net, который позволяет создавать наборы предметов. Эти билды будут появляться в секции рекомендуемых предметов в игровом магазине. Когда вы создаете билд, вы можете привязать его к определенному чемпиону или нескольким чемпионам, или даже ко всем чемпионам, а также картам, на которых они будут использоваться. Так что, если вам, например, нравятся АПИ или АДКэнон, вы с легкостью можете настроить набор предметов для этих чемпионов, вместо того, чтобы вручную искать их посреди игры. Другим преимуществом этого нововведения является возможность просмотра предметов в pvp.net, даже если вы не настраиваете набор предметов в данный момент. Я также хочу добавить, что наборы предметов хранятся на вашем компьютере, но вскоре мы добавим функцию сохранения на отдельном сервере. Как только это произойдет, вы сможете использовать ваши наборы и на других компьютерах. Это очень поможет АДКэнонам и АПГанПланкам по всему миру. Давайте теперь перейдем к дискуссии касательно изменений баланса. Начнем с Рамбла. Он известен как большой задира на линии, поэтому мы уменьшаем его базовый урон от заклинаний, но даем ему больше стимулов оставаться в Danger Zone. Как это повлияет на него в целом? Рамбл изначально задумывался как задира, и мы хотели сохранить его особенности, но несколько отрегулировать баланс. Мы также хотели облегчить принятие решения между выбором Danger Zone и перегрева. Теперь задача Рамбла будет состоять в умении оставаться в желаемой Danger Zone чаще. Это означает, что управление Danger Zone будет именно разницей скилла между игроками. Хотя это также даст остальным определенную уязвимость в сражениях против него. Другим сильным чемпионом у нас является Twisted Fate. Stacked Deck сменит свое пассивное уменьшение перезарядки на скорость атаки, а Destiny получит увеличенный кулдаун на ранних и средних этапах игры. TF известен за высокие требования к умению играть и возможностью создавать сильное давление по всей карте в начале игры. Поэтому может показаться, что все эти изменения направлены на уменьшение его потенциала. Мы очень хотели уделить сегодня немного времени на освещение изменений TF'а, потому что в зависимости от уровня игры и опыта, TF либо невероятно силен, либо вообще не представляет проблемы. Убирая KDR на Stacked Deck, мы можем забрать у TF'а достаточно силы, чтобы понерфить его и не задевать при этом другие способности. Было необходимо нерфить Destiny, поскольку огромное давление TF'а на карте, особенно в начальных стадиях игры, было просто сумасшедшим. Другие ультимейты с таким же глобальным присутствием на карте обычно имеют очень долгую перезарядку, и у TF'а нет причин нарушать это правило. Мы сделали несколько изменений по отношению к самым сильным AD-керри, но я хочу сфокусироваться в первую очередь на Кейтлин, которая долгое время являлась доминирующим пиком. В этих изменениях мы уменьшаем базовую скорость атаки Кейтлин, а также мы больше не даем ей возможности стакать хедшот на башнях. Эти нерфы направлены на невероятную способность Кейтлин осаждать турели в начальной игре, но многие скажут, что это всегда было ее особенностью. Была ли она настолько хороша? Несомненно. Кейтлин является хорошим осадным чемпионом, и это ее основная роль, но она попросту была слишком хороша в этом. Она уже имеет огромную дистанцию атаки, отличный поук и фантастическую возможность выхода из боя. Этих способностей достаточно для персонажа Керри. Но при накоплении хедшот на башнях, она могла бесконечно зонить противника, и ее действительно нужно было несколько ослабить. Уменьшенная скорость атаки будет означать, что она теперь будет проигрывать в затяжных боях с другими АД Керри. Это подходящая уязвимость для снайпера. Давайте также поговорим о нашем большом джанглере, Нуну. Все наши изменения Нуну коснутся только консьюм, но они являются довольно значительной переработкой. Теперь консьюм Нуну наносит намного больше урона, но мы значительно понизили лечение от него. К тому же теперь при поглощении джангл монстра, Нуну получает временный бонус в зависимости от того, кого он съел. Давайте скажем прямо, это сильный удар по соло топ Нуну на сильный баф для джангл Нуну. В чем смысл? Всех тех, кто видел топ лейн Нуну, эти изменения не удивят. Вы видели бесконечный сустейн, вы видели огромный урон, он просто выгонит вас из лейна, и вы не сможете ему сопротивляться. Это и есть определенные проблемы с балансом. В то же время мы хотим вернуть джангл Нуну. Он очень классный персонаж в джангле, а консьюм так и просится быть использованным в джангле. Как и было сказано, консьюм ранее не давал нужной глубины геймплея, поэтому мы решили добавить возможность принимать крутые и интересные решения, давая Нуну необходимую силу в джангле. Что ж, у нас все на этой неделе. И спасибо всем за то, что присоединились. Увидимся в следующий раз. Ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на наши каналы на YouTube, Twitter, паблик, ВКонтакте, а также RaidCall, если хотите пообщаться или задать вопросы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова